Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Ну мы все с вами помним, как в пандемию коронавирусной инфекции наши отечественные звезды жаловались на безденежье, то денег не было содержать коллективы, то налоги оплатить, то еще что-то. Как оказывается, жили они довольно-таки неплохо и даже припеваючи в сравнении с людьми, которые живут на земле. Я уже говорил, люди не могли ни заработать, не выпускали из самоизоляции, не помогали никак фактически. А люди, которые говорили, что у них сложная финансовая обстановка, которые получают за час выступления чуть ли там не по 4 миллиона рублей, они говорили, что им нужна помощь, но только они сказали ни слова о том, что нужна помощь народу, они говорили, нам нужна помощь, нам, нашим коллективам и так далее. Друзья, значит, интересный момент вскрылся на шоу «Секрет на миллион», туда пришел Атар Кушанашвили, они с Леонидом Агутиным были лучшими друзьями, перестали дружить, и вот в чем дело, жаловавшийся на безденежье Агутина дыхает в Майами. Вот послушайте, сейчас кто-то скажет, Кушанашвили балаболу и так далее, ну, отчасти я в чем-то соглашусь, но здесь довольно предметная вещь. Значит, Леонид Агутин, ранее жаловавшись на обнищание из-за коронавирусных ограничений, отдыхает вместе с супругой Варума в Майами. Ну, действительно, денег нет, а что там в Майами отдохнуть? Об этом рассказал о федеральном агентстве новостей журналист Атар Кушанашвили. Противостояние между Кушанашвили и Агутиным началось после того, как Атар выложил на YouTube ролик, у него есть свой канал, Каково, кстати говоря, в котором рассказал о доходах якобы обедневших звезд российского шоу-бизнеса в период карантинов. Кушанашвили в свойственной себе манере очень категорично разносит там всех этих так называемых звезд. Так вот, он выпустил ролик, где рассказал о том, сколько на самом деле зарабатывали исполнители в пандемию, когда они выли, что у них нет денег. И в этот ролик вошел, собственно говоря, и Агутин тоже. По словам журналиста, доходы были многомиллионные. Среди героев ролика, как я уже сказал, был Леонид Агутин. Значит, позднее певец Агутин написал Кушанашвили ответ в соцсети. Он заявил, что дела были у него на самом деле столь плохи, что он не мог даже платить зарплату своему коллективу. Ну, то есть, он как-то решил, что ли, оправдаться за этот ролик, который увидел у Кушанашвили или еще что-то, и решил написать, как у него на самом деле обстояли дела. В свою очередь, Атар обнародовал стоимость отдыха Агутина. Он говорит, ты же говорил, что концы с концами не можешь свести. Теперь стоишь красивый в шортах в Майами, саркастически написал журналист. Он назвал и цифры. Только аренда частного самолета, а они частными бортами летают, они, знаете, там, не сидят в экономе там или в бизнесе, они летают частным бортом. Только аренда частного самолета обошлась Агутину в 70 тысяч долларов. А шестиспальный номер стоил порядка 12 тысяч долларов в сутки. Вдумайтесь только. 12 тысяч долларов в сутки. Значит, все дело в том, что, естественно, естественно, что это никак не вяжется с словами Агутина о том, что у него не было никаких денег содержать коллектив и еще что-то. Очевидно, что только вышли из пандемии, никаких концертов еще особо нет, и человек тратит такие деньги, летая частным бортом, отдыхая в шестиспальный номер на двоих 12 тысяч долларов в сутки. Друзья, вот когда они просили деньги на коллективы у государства и бежали мурот оформлять 12 130 рублей, то, что люди многие не оформляли, потому что, собственно говоря, переживали эти времена сложные, не говорили ни слова. Вот мне просто интересно, о чем люди думали. Ну, очевидно, о себе, а не о народе. И вот эти все разговоры для бедных, я в кавычках беру для бедных, фраза такая, да, как крылатая, что, мол, того, что вот коллективам не о чем платить и так далее. Пандемия только закончилась, только стали возможны полеты, частный борт, частный самолет и, соответственно, номер за 12 тысяч долларов в сутки. Вот и все. Вот как не могли содержать коллективы. И он продолжает писать Кушанашвили, что дела были так плохи, что он не мог содержать коллектив и так далее. Кушанашвили в ответ, я считаю, абсолютно справедливо говорит. Слушай, ты же вот только жаловался, что концы с концами не можешь свести. И ты стоишь в Майами в великолепных шортах и так далее. Ну, как это назвать? И это не только касается Агутина, понимаете? Это касается всех тех, кого мы с вами обсуждали. Ну, очевидно, это, я считаю, что ужасно просто. Друзья, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на мой основной канал, телеграм-канал, ссылочка в описании, в закрепленном комментарии. Твиттер Будда Гришна и инстаграм Будда Гришна нижняя почерка единичка. Всем пока, друзья, до встречи.